Сергей, помоги, пожалуйста. На четвертом этаже она. А Игорь, ты что, не пошел? Нет, он не пошел. Помоги, за руку-то, Сергей. Да я ничего не делаю. Не знаю. Какая тут квартира? 24-я. Ну вот, дозвони сюда. Спрашивают, кто? Ну я, Саша, Игнатий. Спрашивают, кто там? Игнатий, Игнатий. Какой Игнатий? Какой Игнатий? Не туда? А как Игнатий? Игнатий? Подожди, подожди. А Фоменко где Варя? Нет, надо выше. Это еще и так. А, простите. Простите. Игнатий. А как? А какая квартира? Вот здесь? Да, да. А? Да, да. Здесь говорят. 27-я. Да, да, да. Спрашивают. Игнатий. Спаррикадировалась. Игнатий. 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 Что можно говорить? Что нет? Что такое? Ну, Бог Николаев, ну ты что не открываешь-то? Ну, ты должна запреть. Я пришла. Открывай. Откуда? Открывай. Открывай. Гости пришли. Я в Игнатий пришел. Ну, как ты? Игнатий Тихонович тебе говорит. Я не в банке. Заходи. Нет, я ползу не знаю. Так, вы развивайте или развивайте? Не развивайте. Мы с кускома тут полностью повышили. Давайте. Вы звоните, я не слышу. Я подошла. Не отвечаю. Да, конечно. Звонит, звонит. Вы же без предупреждения, простите, пожалуйста. Я не готова. Я не могу. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Ну, ж не знали. Если вы знали, то предупреждение. Вы знали всего. Ну, узнала? Ну, конечно. Ну, конечно. Здорово, в детстве. Куда что делать-то ты? Как вы надумали. Так, здорово. Здравствуйте. Ты что сидишь-то тут? Да, вот. За улицу надо выходить. Даже мог дышать. Одевается сейчас. Давай. Дурька. Не забывайте себя. Я тут положу, маленький. А что у нее раздетая? Одетая. Ой, я тебе такое страшилище. Так, подожди. Я отелю ее. Еще, еще. Я же не готова. Скажи, я не готова. Мы еще на теме сидим. Нет. Так, тебе сколько лет-то уже? А как вам? Сколько вам? Тебе 77? А мне 78. 78 и ей. Она запамятовала. 78? Нет, память. 78. А мне уже 81. Радость наша. А ты скажи, Валентина Дмитриевна, из прежней вашей общины-то никого не осталось? Ой, ну как. Которые Николай и Фоменко были? Да, можно сказать, что никого не осталось. А? Можно сказать, что никого не осталось. Тебе сколько лет? 81 уже. 81. Ты выходишь с какого года? 56. Понятно. Я с 39. Так что я еще... На 3 года. Я попутно спрошу. А вот фамилию у вас Маркетанова почему? А то, что, видимо, про мои прадеды, были самые кипа китанты и сам отливались скотоводцем. Так это скотоводцем занимались. Слышишь? Не просто там интенданты какие-то. Скотину брали, покупали, резали, разделали и мясо везли. Так? Ну так. Ну, на деревне был Маркетан Немец. Это ваши предки, наверное, были еще? Да, да, да. Вообще-то они украинские фамилии говорят. Понятно. Маркетант. Это украинское фамилии. Так. Мы пришли узнать, как у вас душевное состояние. Духовное. Отец Аким, Ойхим. Игнатий Тихонович. Плохое состояние. Плохое. У меня нет радости на сердце. Вот такой, посетил бы такой болезнью. Надо благодарить Господа с любовью. А у меня на сердце уныние печаль. Так ты скажи, твоя квартира там куда делась? А так и стоит. Попросила соседку, чтобы она наблюдала. А ты подписала кому-то? Ну, подписала же я отцу Акиму. Ну, да. Ну, у тебя она там, в случае чего, можешь и переехать. Куда? Ну, если думала переехать, то у тебя есть где жить, да? Конечно. Так, ну, ты здесь живешь, ты довольна? Ой, все таки. Ничего тогда. Не лукав, только говори правду. То, что я по такому нахожусь под контролем, что с давлением. С тем, как у вас нет ничего, да. С давлением. Так, в чем оно заключается, это давление? Да, во многом, в любом. Ну, давай конкретно. Посты вам не мешают соблюдать? Нет, это, посты, это моя любимая. Все, я понял. Теперь второе. Значит, вы можете дном, нежь, молиться, вам никто не мешает. Могу молиться. Так, Люба далекая, Любовь Николаевна, чтобы она подошла сюда. Я одеваюсь. Чтобы она слышала разговор наш. Пригласи сюда ее. Она одевается сейчас. Одевается. Ладно, ну, есть слышно, нет, что мы говорим? Все слышно. Чтобы это не заочно было. Так, тебе молиться не запрещают? Нет, конечно. Значит так, поститься тебе не запрещают? Ой, так и помню. Молиться тебе не запрещают? Нет, нет. Милостынюю творить не запрещают? Да у меня, милостынюю, ничего нету. Ничего нету. Вот это главное. Я приехал, это... Когда меня... Я почему говорю это, Валентина Дмитриевна? Когда меня спрашивали, чем вы недовольны советской властью? А я говорю, я всем доволен. Проповедовать я проповедовал. Молиться молился. Нельзя было не сдавать книги, деревню образовать. Там лагерь запрещали. Поститься не мешали. А до спасения ты что? Пост, молитва, милостыня. Ну и смиряйся. А советская власть нас и смиряла. Да, так смиряла, что не пикни, не пикни. Я испытала молитвы. Ну, слава богу. Слышь, это хорошо? Хорошо, слушаю. А я тебе шумы... Нет, я не очень расстала плохо слышать. А смотришь-ка, считать можешь? Ну, как... Без очков читает вот эти книги. О-о-о. Без очков читает молитвословные. По первому осмотру я признал. Читает. Штат давления ваше в чем-то в другом. А в чем именно? Все, она вот это читает. Так, Люба, мне надо, чтобы ты слушала, сидела. Сядь. Это разговор непростой. Дальше. Свет уже делает только то, что любовь Николанда скажет. Ни одного слова лишнего нет. И самое, не то, что лишнего. Против нельзя сказать. Сразу замолчи. Такое давление, что... А что ты именно говоришь, и она говорит замолчи? Насчет чего? А? Вот сегодня утром я сказала... Только не бойся, все говорим. Мы тут поправимся. Вы для этого пришли. Самая, это... Я говорю, покормить, я говорю. Ну, я покупаю самая, она говорит, сама поставлю наезд. А почему ты против говоришь? Ну, в таком точке, ну, ничего против нельзя сказать. Нет, подожди. Она еще против сказала. Кормить она кормит? Нет, она такая, вот даже уходит, говорит, покорми ее. Тебе говорит? Да. И так? Я говорю, она сама, говорю, я сама травма, она сама буду есть. Ну, и все. А она сразу, ты почему такая? Почему ты против? А на кого-то она сказала. На меня. Ну, а что тут плохого она сказала? Она отвечает за вас, поэтому она... Это она кричит с таким криком. С таким криком. Крик кричит? С таким. А она слышит хорошо? С таким криком. Ну, а почему кричит? С таким, если было просто, сказала она как... А то как командир. Да, вот такое давление, что ни слова никого не... Только-только по ее... Чуть-чуть сказал позже, сразу начинает... Сама... Саботу... Как... Я тебя сколько знаю лет? О, этот Игнатий Тихонович... Уже, знаешь, с какого года, скажу вам... 81-го года. С 81-го? Подошли, с Альменки, например. Ну, конечно. С Альменки еще. У вас Николай Фоменко был, да? Да, да. Руководитель. Так он умер в тюрьме. Да, да, да. А эту девочку, которая была... Которая там КГБ-то ее завербовала, а потом она отравилась. Ага, она умерла. Самая... Это Валина... Этой, как его... Барышника, родная сестра. Да, Барышника Валя. Здесь она у нас общая. Да. Родная сестра, она... Ну, когда она моложе, лет, наверное, на 10, наверное. Да. А Николай, когда были на свидание, он говорил, сильно бьют. Показал. Тогда мы говорили. Да, да. Руководитель. Вот так и не вышел. Так, в карцере он умер. Так, да. Вот так-то не водил. Так, я сейчас Любу буду спрашивать. Люба, она о чем говорит? Правду говорит? Сегодняшний утрешний разговор такой. Валентина Ильинична у нас не работает левой рукой и левой ногой. Паралисована. Ну, покажи левая рука. Сидит она сейчас только. Сидит. Я ее сажу. Только зажми мне руку, прижми ее. Нормально, глянь, она жмет как. А правая... Ну, в общем, ладно. Еще дальше. Простите, меня спрашивают. Остановись, Валентина. Сейчас я ее спрашиваю. Еще, еще, еще. Ну, теперь меня спрашиваю. Она просто не заметила. Дальше. Слушайте. Она кушает, когда сидит. Вот она сейчас, мы покушали. Она кушает хорошо, владеет рукой правой полностью. Левая сторона у нее не полностью владеет. Подсадить себя она не может. Еле же она, жидкая была каша, я говорю, она может облиться. Пусть добра. Покорми ее. Я-то как пристал, говорю, покорми ее. Подай ей, сводей рукой. Какая-то интонация сказала, я пошла, чтобы ты накормила ее, можно и так сказать. Да нет же. Нет, она сказала, как правильно сказать. Только я ответила ей. Я-то ее не чужой считаю. Она у меня в лагере была. У нас нехорошие отношения. Больше дело-то. И с тобой наилучшие. Поэтому мне надо... Где и маленько подправить, может быть, чтобы нормально-то было. Какой шаг, когда ты сидишь на месте, ты ни на шага не делаешь. Нет. Ну, так я, я добыл такое, сколько раз, когда я кормила, я сама была. Я говорю, что она столько спасательных, я сама, говорит, буду ездить. Ну и все. Она и так, я если хотела... А кто сказал, что сама будет? Она мне говорила. Значит, то, что она сказала, покорми, теряет уже свое значение. И все. Никакого... Да, какой это что-то кричать. Да, такой крик пошла на... Она еще дальше, скажи. Она сказала, покорми. А это, говорит, я сама пою. Нет. Я говорю, что я знаю, что это было. Она говорит, я... Надо... А кто сказал, я сама пою? Она? Она говорила. Сегодня не пою. Я не пойму, где у вас еще не было. Это раньше было такое. Ну раньше, сегодня-то нету? Не было. Ну, слава тебе, Господи. Только то, что сразу она сказала, я сказала, она сама. Какой крик поднялся, самое что... Или самое что... Как она мне... Ты ничего не слушаешь, это самое, значит, противотель. Иначе с криком, с таким, с злому. С таким, этим, как вам сказать, возбужденностью, что-то. Поднато. А ты знаешь, кем она работала? Кем она раньше работала? Да знаю, с кем она работала. Кем? Кем работала она? Ну, говорят, что врач она была. В милиции. В милиции. В милиции. И поэтому она на хорошем счету. А там... Обожди. Это мы преступников им со стороны, а как там... А это навык остается. И поэтому и голос ее... Тут надо поправку делать. Она не со зла это сказала. О, так... С таким криком, разве можно... Обожди. Брань на вороте не миссит. А это даже брони никакой нет. Да брось ты это скажи. Ты маленькая не потерпела. А она терпит. Как ей ходить? Ходите ли на двор? Там где-то упала. Она отвечает. Это не просто так. Она больше берет на себя. В любом случае... С ременькой с криком. С криком и с этим... Так, забудем давай интонацию. Меня вот этот вопрос не подходит. Крик... Как бывает, я всегда время... Все время кричу. Потому что я не слышу. И мне кажется, другой не слышит. Я громко разговариваю. А не то, что я там кричу или излюсь. Этого нет. Но я говорю. Ну, без дисциплины-то нигде ничего и нет. Ты знаешь, что я был начальник детского лагеря 45 лет. А ведь там привезут другой шпаненок настоящий. А его надо в рамки взять. А она у меня была в лагере. Врача. И она ходит под рукой, что скажешь. Она дисциплину очень любит. И это даже похвально. Да, Тихонич. Ну, разве ты с таким... Как христиане... Сейчас крик давайте забудем. Слово крик забудем. Это ты потому что сытая, обутая, одетая и сидишь. Поэтому на интонацию обращаешь. Но когда ты была бы где-то заброшена и дали тебе переночевать, ты бы даже выстрелу под ухом не расслышала. Главное, она поцеловала бы ноги ее. Смотри, пример. В Житие Святых. Одна пришла, знатная княгиня. Ну, и пришла к епископу и говорит. У нас богодельня там есть. Там 500 бабушек набрали. Ты мне подбери какую-нибудь. А она такая благодетельница. Знаешь, жертвовала. Но епископ подобрал, такая, которая слова не скажет. Месяц прошел, она пришла. Владыка, а кого мне дали-то? Я ей подаю чай, она руку целует. Ты мне дай такую, хуже которой нет. Мне характер надо свой узнать, какая. Но он дал. Она говорит, дает пить. Она говорит, ты что мне хочешь подавать благодетельность за твою? Она говорит, да прости меня. Она пошла ты отсюда. Она пришла, упала. Владыка, какое ты дала мне, как ангел? Она меня на небо толкает. А если христианин настоящий, он именно вот это видит. Это не просто так. Я тебя просто предупреждаю, что маленько сделать, сгладить это можно. Я в ней в гостях, и поэтому подсказать можно. Любовь Николаевна, что-то мне кажется, вы на меня обижаетесь. Что-то крикотно закричали. Я как-то, скажи, одна жила, не привыкла. Вот он-то и делает. Так, Люба, ты это учтешь? Я всегда это учитываю. А? Стараюсь вести себя. Все, она слышит. Ты слышишь, что она говорит? Устранить это легко. Легко им очень легко. Видишь как? Мы для того и собрались сегодня попроведать вас. И чтобы, если есть, говорят, сучки-задоринки, спилить и зашлифовать, чтобы их не было нигде. Ты обихоженный, такая чистенькая сидишь, что... Ну... Знаете, значит, я это все понимаю. И сама себя, тетя, блажаю, говорю, что ты окаянная душа. Куда попала ты, Господь, ты... Чтобы тебя в гордыню смирить, твое сердце. Я это все знаю. Ты все знаешь, в чем дело-то. Нет, простите, ради Бога. Помните, я вас записывал, когда вы пели там все песнопения? С баритофоном был. Да, у Ксении Ивановны Мщиковой. Да, Ксении Ивановны Мщиковой. Ксении Ивановны Мщиковой, я ее записал, как ее арестовали, как она 10 лет была, это в 12 томе, открытым оком. Есть у меня. 12 том, там все написано. Притом, это с магнитофона, ни одного слова не добавлено. Да, да, да. Так, придется смиряться. А она тоже будет смиряться. Так, Львов Николаевна, теперь я с ней поговорю. Было такое, что приходили люди тут понависеть, и вы их не запускали? Вот сегодня мы не запускали. Это не надо, это антихристианское дело. Такого даже в житиях нет. Чтобы больному не допускать, это нигде не было. Это немыслимое. Наоборот, трудно людей подвигнуть, болящего посещать. А чтобы пришли от ворот по ворот, такого не слышно даже. Это, ну почему люди, бывает так, я знаю какая причина. Бывает, к квартиру кому-то подпишут, и чтобы человек не переменил мнение, никого не допускает. Вот он стоит пять лет за ним ухаживал, а он разозлился, ничего не мог сказать. А сам пьет и курит. Христианин. Да матерится. А ему сейчас дело, там все дело. И ему надо теперь как-то это порвать, это, что завещание-то сделал-то. А мы не православные. Осипов услышал там, мы не православные. А сам был в баптистах, в мормонах, где только не был. А человек-то хороший, я его знаю, давно в Москве был. Мы всегда у него останавливались. А Господь через это испытывает его. И он с Володей все порвал все отношения. Выйди отсюда. Так он делал-то это не для квартиры. Он это делал для тебя. Ты одинокий. У него и сын, там начальник этой больницы, там такие знатные дети. Но он один. Характер такой, что никому сноса не дают. Но все болеет, то в больницу везут. А он везде успевал, Володя. И он ему уже недели полторы как все это бросил. Я говорю, Володя, мы же не ради квартиры это все делаем-то. Ради Бога. У меня были такие, вот она живет здесь, Татьяна Плеханова, женщина такая. У нее два сына. И она сделала завещание на меня и на батюшку. У сыновей квартира есть. Когда она наняла делать что-то в туалете, и эти рабочие убили ее. С хозяйкой? Убили эту хозяйку, Татьяну Плеханову. Которая наша... Понятно, понятно. Но она не стала нашей общиной, она ушла. И ей всякие тут стали казаться, что будто бы я на нее бесов наслал там. Ну все такое. Вот у них есть такой свихт. И он ее убил и форточкой открыл, чтобы сильно не воняло. Ну поймали. Замещание-то нельзя изменить. Когда мать умерла, дети-то ко мне. А я-то их обоих знал. Один у меня в лагере был. Другой хотел в общине быть, но мы его не приняли. У него такие были, что не подходит он. А который надо... Подготовительный срок он его не выполнял. Снова падал в грех. И вот здесь они пришли. Как с квартиры быть? Я говорю, как? Она у нас подписана, мы ее и получим. Я их на место сажаю-то. А она с сыновьями вдрызг рассорилась. Ну и когда я их на вожах-то подергал вот так вот, а потом пришли, я и говорю. Ну одного звать. Как этого звать? Виктор старшего-то? Да. А поменьше кто? Данила. Данила. А Данила у меня в лагере был. Он не послушай, я его драм, как к Сидорову козу. И матери просить прощения. И он стал ходить как по нитке. Я его выпрыгал. Ну я им говорю, ребята, он пришел когда на дом еще. Неужели вы серьезно подумали, что я возьму? Мне зачем? Вы же меня знаете. Да знаю. Я говорю, я вам это переведу, но одно условие твердое. А какое? Что про мать вы ни одного слова нигде плохо не говорили. Хорошее условие? Хорошее. Она умерла, мать. Вы ее довели до того, что она детям не приписала, приписала нам. Но они меня отвезли. И я при этом, Наталья сидит, я ей сказал. Говорю, Дмитрий, какая разница? Значит, я отказался и на них. А потом батюшку они свозили. У меня ни одной квартиры за мной нету. Которые подписывали где-то. Я их направлял другое сделать и кому-то отдать, и молодые. Мне не надо ничего. Ни одной квартиры за мной не числится. Когда вот так не допускают, ага, она подписала. Как бы еще кто-то не изменил, тогда люди стараются заблокировать и все. За больным надо ухаживать как за Христом. Я когда услышал, что не допускают, да не может быть. Если это такое, то даже нельзя назвать. Я пришел ни к тебе, ни к ней. Я пришел ко Христу. Посетивший больной, посетил меня. Меня. Я в вас должен увидеть Христа. Ведь мы, Валентина Таилеевича, сколько знаем уже. Да. Так? У нас разве конфликты были какие? Не было. Никогда. Я как-то поехал, так она мне даже денег пожертвовала на миссию. Целую тысячу дала. Мы на бензин потратили 440 тысяч дорогой. Ну я и вернул эту тысячу. Так это говорит о том, что у ней почти ничего нет. И эта тысяча у ней за миллион сходила. Вот так. Это... Ты Антона-то знаешь своего внука? Ну, как же. Так он в интернете заходит ко мне и все там плюсы ставит. Он у меня был в лагере. Он такой, полный из себя. Так он приходит, она суслика. Уберил? Часто приходит. Он по-хорошему приходит? Да, часто приходит он через 3-4 дня. У меня случай такой был. Летают коршуны и суслики. И надо корули, чтобы сусликов не утащили. У меня два часовых стоят около лагеря. А Антона я поставил на вышку, чтобы он смотрел. А ребятишкам так вот, а на вышке. А он видит и кричит, коршун оттуда летит. А к суслике стоят столбиками. И тогда они берут прутик, бегут и кричат, пошел отсюда, пошел отсюда. А суслика, на коршуна-то. Так этот Антон на этой вышке стал торговать. Я тебя туда запущу, если в обед мне пирожки отдашь. Кому? Ему. Антон, он там начальник на деме-то. Он на втором этаже, а они-то на земле. А им охота туда. И он говорит, я вас запущу, но только сначала мне пирожки отдайте. Все не наедалось, да? Да, вот какое дело было. Приходит, часто приходит. Сегодня собирается прийти. Так, еще что у вас тут неладно? Ну, знаете, я очень хотелось спросить. Так, его, ей тяжело это переносить. Убавь. Вот убавь. Когда бывает у меня. У меня обвинения, которые тебе говорят. Но у меня те же самые. Почему мне это близко? А ты кричишь. Ну, я обьянию кричу, я говорю. Игнатий. Я сама, вот, за каждого пустяка, прямо вот совсем, что спросишь, спросишь. И сразу такое возбуждение, такое самое. Милиционер настоящий. Она почетный работник в милиции, в медицине. У нее красная диплома. И поэтому она команды. Ты принарылись тоже к ней. Ты привыкла тихоньку, потихоньку. А она так, я сказал, 10 раз повторять не буду. А то без еды оставлю. Да, да, да. Все. Нет, она кормит. Спасибо. Кормит больно. Она сверхмилосердно с вами поступает-то еще. Нет, это все. Люба, я тебя не хвалю, я просто говорю. Я сам такой. Я тому врагу, который мне нужна всякие мысли позитивные йога. Да такая яная. Не стоит это небо с земли, сюда самой с собой. Столько времени, ночами не спит. Приходит, смотрит, там как бы что. Особенно, за это. За, наоборот, что падает. Это, может, столица, это, Валентина. Приходит, проверяясь все. А кто это приходит? Я тут за ними хожу. Я в дежуре ночью и днем. Я сама уже силу лишь и дешаюсь. Все добрые. И, естественно, с ними только где-то живу, что я напоминаю. Но, думаю, ты христианка. Зачем за каждого пустяка рога тешить? А в чем пустяки-то? Покажи. Ну, совсем, в полчине спросишь, просто чем такое. И сразу начинается она. Замолчи. Ну, замолчи не годится. Надо доказать. Ну, допустим, так. Вот шторки задернуть. Это пустяк или не пустяк? Может, это пустяк. Это пустяк. А он стоит жизни. Человек убил 50 человек. Его спрашивают. А как ты знал? Я говорю, ты идешь, шторки не закрыть, и я вижу. Давай открыты шторки. Я говорю, первым делом убиваю мужика, а потом остальных. Вот шторки, это жизнь. Нет, вот так, что мы такое там. Ты поняла? Слушай меня, я тебе говорю. Простите. Так что вы в воинские части призвали, чтобы его поймать. Заголовок был упыль. Сколько людей пугают шторки? Это очень много. И поэтому у меня кто живет, у меня двойные шторки, чтобы... А эти высокие шторки, они до них до них... Ну, я-то на низу живу. И поэтому я строго выговариваю. Вот вчера у меня с батюшкой даже чуть конфликт не произошел. Я просто говорю, а батюшка понял, что я его унизил. Он приходит, а у меня я сижу в избе, а у меня прибор, они показывают, кто с какой стороны идет, это наружное наблюдение называется. То есть я сижу, занимаюсь, глаза вкинул и вижу, там машина остановилась. Тут по двору кто-то идет. В комнате смоубедители? В комнате сижу и вижу все. А там у меня растут растения, я никого не вижу. Я просто на приборе смотрю. И видно, кто заходит в храм, какая машина зашла, куда этот пошел, по воду, на мусорку. Я сижу и все вижу. Но не всегда, когда включу. А вот когда мы уезжаем, этот прибор все записывает. Четыре месяца он записывает. И кто-то, если обокрал, теперь назад прокрутил, в такое-то время, такое-то его видно. Найдешь. Ну, тут же другого, там милиция должна найти. Я, батюшка, подошел к двери, а он вышел и идет. Вот я говорю, дверь на крючке, откройте, он заходит. А он подошел и не заходит, а стучится. Я говорю, не открывайте, пусть он за ручку тянет. Ему кричат, да не закрыто. Он опять. Он зашел, я говорю, батюшка, да дверь-то открыта была-то, не заперта. Ну, у вас всегда заперто. Ну, что значит всегда? Раз на раз исходит. Ты подошел, вот эта дверь называется, вот эта ручка. Да и потянул ее. Батюшка, ну еще ты таким пустяком, ну вот прямо. Понятно? Вот я мелочный такой, но у меня полный порядок. Простите. Ты поняла меня? Поняла. Я тебе зря не скажу другое. Мы работаем, а у нас храм и одновременно трапезная. И человек, который последний был, он не закрыл ее на замок. А ушли через ограду все и в сарай. Я говорю, а что ты не закрыл? А мы рядом. Мы рядом, а сами в сарае стоим, где твои вещи были, Люба. Я говорю, как рядом-то? Мы же не знаем. У меня Надежда Васильевна. Мы на Никитинской околохрама живем. Вы там были когда? Сколько раз было? Вот сколько раз. Я зашел на второй этаж, смотри, туда-сюда прошел, никого нет. Я говорю, как же комната открыта? А у меня библиотека, у меня ценность-то другая. Я тогда пошел по улице, зашел во двор, а она там в огородчики возится. Да я рядом. А улица проходная рядом с храмом. Да где же ты рядом, когда все вынести, и ты не знаешь? Я говорю, ты что же делаешь-то? Я тебе говорил не оставлять. Второе. Никогда, никогда не открывай шторку. Да кто видит? Я свет потушил. Они застыли, окна. А тут протаяло. И стоят люди и смотрят. А тут колонка, воду набирают. И что? Ну-ка, вот и все. Девушка одна, я говорю, еще долго. Да я переодевалась. Переодевалась. А почему у тебя свет не выпрещался? Да кого там есть у нас там рядом? Я говорю, потуши свет. Она потушилась, четверо ребят стоят в окно, как телевизор, смотрят, как она переодевается. Ты понимаешь, что я за этим-то? Теперь на улицу выйти нельзя, ты такая красавица. Трудно тебе было свет выключить, шторку задернуть и переодеться. Люба, ты понимаешь, о чем я говорю? Я привереду. Это называется человек зануда. Но у меня нет аварии, а у них аварии. У меня пожара нет, от Надежды Васильевна два раза загоралась. У нас один дом там, Никитина, 147, квартира один, сгорел полностью. За стенкой женщина погибла. В этой ночь горела в монастыре, две женщины погибли. А что? Белье стали просушивать над плиткой, а она упала. Ну и дальше пошло. Везде порядок. Топящуюся печь не оставлять без присмотра, пожарники пишут. Она затопила и пошла. Я говорю, ключ, чтобы был здесь, я мог зайти. Она ключ с собой взяла. Я в дверь, горит, а я не могу ей зайти потушить. Конечно, я какой интонации-то говорю? Ну ясное дело, что я не шепотом говорю. Когда смущал его один человек, мы считаем 16 глава Деяния апостолов. Один там, Волх Елима. Он говорит, враг всякой правды, сын дьявола. Доколе ты будешь совращать с прямых путей Господних? Враг дьявола. Сын дьявола называл. Враг всякой правды. Что он думает? Ну ты враг всякой правды. Ну ты сын же дьявола. Не так же, конечно. Он одними словами его пригвоздил. И все, и напал в мрак, он ослеп и начал мыкаться. Или Волх. Тебе ли говорить? Понятно? Понятно. Поэтому не на каждое слово, обращая внимание, Сирах говорит. Да. Не даже тебя осудили. Ибо ты сам говорил про другого не один раз. Говорил? Мы же судили кого-то. Конечно. Судили. А поэтому надо более исходительным быть. Тем более вот я больная, я недвижимая. А она уходит, она многое могла бы где-то сделать. А она с вами возится. И скажи, да это слишком мягко обращается. Господи, да то ли мне надо. Интонацию не лови. Я не думала приезжать даже сюда. А написала, что у меня такие с ногами у меня такое, что не могу. Врачи отказались от ног. Да. Что они не ездят. Плохое излечение такое поддается. У меня информирующий ост, артуз, коленей, ступней и бедр. И оказалось, мы сказали, что врачи отказались. Я написала. Написала по телефону, сказала, Любовь Николаевна. Приезжай, подлещем уже здесь. Можно это самое попробовать. Спасибо, Господи, приехала. Приехала при подошении. На лечение приехала. Но ты ходить-то можешь хоть маленько-то? Всяко было. Была, не могла, теперь маленько начала ходить уже. А как сейчас-то ты в днем ходишь? Хотя бы вдоль дивана ходи. Я с паночкой начала ходить. Чтобы не атрофировались ноги-то. Да, начала помаленьку ходить. А там с паночками я хожу. Три минуты, а у меня он лежит. Это, знаете, ксену-то, что он сейчас там и что-то. Я по приглашению приехала, я тоже сама приехала. Вот я, конечно, я отправила, что пози, господи, я привыкла на больницу. Мне там дали лечение какое, я сама написали каплечи. Она лечит, дай человек лечит. Мне там больше всего это лечение, это подалось. Но это, но дало маленько побочное, что я пожелтела от таблеток. Она, спасибо господи, тоже мне тут этим аксом подлечила. Прошлось. Химическое лекарство-то? Ну, химия, таблетки сейчас-то при парке. Вы сильно-то не увлекаетесь. Ну, вообще, короче говоря, сама мне маленько полегчила. А покалечила? Полегчила. Полегчила, я думаю, покалечила. Нет, полегчила. Но сама потом, дай бог мне тебя любит. Я, значит, дали врача, анализ, дали анализ хорошие у меня, сама все, кровь и все, она нормальная. И сказал, что я сам еще, а про многие, я ничего не говорила, вместо этого, самое, только что сказать, тут, про это, особо не сам не говорил, зашли, еще, понял, мне даже сказала, что сама мало лечили, три месяца. А он говорит, прошло, наверное, может, неделя не прошла, как поделивали врача. А когда я сама, это, вот уже три месяца-то такой сейчас, говорю, может быть, за врача, все на место, может быть, ноги, санки, можно осирание, даст, я не могу, ночами не сплю, такие ужасные боли. Боли. Горят ноги у меня. Прям горят огнем. Да, вот с коленок особенно, как, прямо это, такие ужасные. Ну, ты успокой себя и скажи, ходила по грибы, по ягодам, ножники мои отходили. Да, слава Богу, ну, продолжай маленько работать, чтобы не сидеть, иначе они совсем не будут двигаться. Да, вот, начали, маманику двигаться, ходи, потом, начали лечить, плечи, такое лечение, самое, его там испортили, на воду намазали. Я совсем на триня лежала, не могла поднять. Так, слушай, я вопрос, я тебе задам. А ты узкие обувь не носила? Ой, да все это было у меня. А? Носила, что не носила? Ну, кого-то, ну, тебя-то и есть, выперло, то куда? Все, она там, все там, знаете, что у меня там все. Да, еще бы они каблуки были. Нет, никакие каблуки не носили. Словно не носили каблуки. Ну, да. Потому что я в смысле не молитву. Ладно, значит так, я хочу, чтобы ваши отношения были лучше. Ну, знаете, конечно, можно мне вызвать врача, чтобы он сказал мне, сам раз приехал на лечение, что капричить, излечима моя болезнь, и зачем я хочу узнать, как она шла. Ты Псалтирь считаешь? Да. И написано, 89-й Псалом, лет жизни человеческой 70 лет, а при большей крепости 80, это уже завалило за крепость. Какие врачи-то? Я считаю, после 60-ти врачам не надо обращаться. Это естественно отмирание нашего тела. Пускай речь от молодых. Я к врачам не обращаюсь, ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Каждый день лажу на голубятни туда. Да я видела там. Видела, да. Ну, себе только попусти их вверх ногами. Владимир Ильич, ну я ночами не сплю, такие ужасные боли. Не, вообще не сделаешь. Это, они будут тебе какие-то там депрессанты давать, могут обезболивать. По кульсиранию, может, это будет место вообще растирать. Я не советую, ты делай, как хочешь. Не советую. Вот у ней болит, что она подошла и говорит, батюшка, к этому священнику, вот такое дело. Он говорит, матушка, она монахиня, ты это не делай операцию. А тебя уже анализы дали, ты неисправима уже, не поправит тебя. Ну так охота. Ну тогда делай, только не общи. Ну она пошла, сделала операцию и очень после этого страдала, болела, 4 месяца и померла. Если помереть, даже задорно. Тут за него там и президент все знали. И сейчас вот Хворостовский тоже 55 лет певец умер. Это прямо очень известно, на международных конкурсах там везде. А его интервью брали, он, я в Бога не верю, за гробом ничего нет. Тело мое сожгите и пополам поделите в Москве и в Красноярске. Какой? Со святыми упокой. Ну его песни остались, поет хорошо. А другой всю жизнь смешил. В 92-м году крещение принимал, высмеял, все. Я говорю, помолился, говорю, чтобы Бог ему дал черную занозу в мозги. И у него мозг раком покрылся, опухоль и умер. Прошло время. Я просто так перед Богом помыслил и Господь, видишь, как избавил. Хулитель был просто. Ты-то не такая. Ну и только дело. Наша мама никогда не обращалась. И отец никогда не обращался. Умерли оба. Да хотя бы ты инвалид, вот так руки и нету. Я не видел. Видела ты. А мама 86, а бабушка где-то 95 жила. И тоже ни одного врача не видели. Чего спрашивать? Да, знаете, ты кому-то на Мадонану такой домой, наверное, читала. Что кому... Вот я говорю, что знает. Но у меня нет терпения, что у меня такие боли, что я ночами не сплю. Так, скажи, ты маленько можешь передвигаться? Ну вот... Сама иди. Может. И идет, и сама идет. У нас одна сестра, Чернявская, Александра Ивановна, пошла в комнате, подскользнула в комнате и упала. И шейку сломала. Знаешь? Шейку, бедра. Да, да, да. И она сколько? Пять лет? Пять лет. Пять? Пять. Шесть. Шесть лет лежала. Пять лет, пять. Как в гробу лежала. Тебе надо это? Она не сидеть ничего не могла. Она лежала и лежала, и сестра за ней ухаживала. Сестра сейчас уже совсем... Она на нее тут зашла. Довольствуется тем, что есть. Написано 1 Песнякистам 5.18. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божьего Христа. За все. За тобой что-то были? Какие-то такие грехи, грешки, неполадки? Были? Да что мы режься с ног до головы? Это говорит только. Это говорит. Это мы так говорим. Я сделал все. Я говорю, помолился бы, чтобы Бог ему дал черную занозу в мозги. И у него мозг раком покрылся в опухоль. И умер. Прошло время. Я просто так перед Богом помыслил. И Господь, видишь, как избавил. Хулитель был просто. Ты-то не такая. Ну и только дело. Наша мама никогда не обращалась. И отец никогда не обращался. Умерли оба. Так отец-то инвалид. Вот так руки и нету. Да, я видела их. Видела ты. А мама 86, а бабушка где-то 95 жила. И тоже ни одного врача не видели. Что спрашивать? Да, да, это кому-то мы данное такое домой, наверное, читала. Что кому... Вот я говорю, что знает. Но у меня нет терпения, что у меня такие боли, что и ночами не сплю. Так, скажи. Ты маленько можешь передвигаться? Ну вот. Сама иди. Может. И идет. И сама иди. У нас одна сестра, Чернявская, Александра Ивановна, пошла в комнате. Подскользнул в комнате и упала. И шейку сломала. Знаешь? Шейку, бедра. И она сколько? Пять лет? Пять? Пять. Шесть. Шесть лет лежала. Пять лет, пять. Как в гробу лежала. Тебе надо это? Она не сидеть ничего не могла. Она лежала и лежала. И сестра за ней ухаживала. Сестра сейчас уже совсем на нее зашла. Довольствуется тем, что есть. Написано 1-й постановительство, 5-18. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божьего Христа. За все. За тобой что-то были? Какие-то такие грехи, грешки, неполадки? Были? На чем он грешность ног договорил? Это говорит только. Это говорит. Это мы так говорим. Один монах. Я грешный, многогрешный, самый грешный. А настоятель, когда пошли на обед, он в косяк руку поставил. А он идет. И подруга, он, стоп. А ты куда лезешь, Тимофей? А он говорит. На обед. Ты самый многогрешный. А чем я хуже других? А чем я хуже других? Вот наши супергрешные, это слова одни. Если ты и грешница, ты тай не раскроешь. И скажи, она со мной, по моим-то делам, еще слишком мягко обращается-то. Хорошо, что она до майора не дослужилась. Или майор? Нет. А то бы она тебе еще крепче нажала. Так она тебя не била ни разу? Нет. Да нет. Ну, кто вообще замечательное отношение? Да, ты на путь. Я на путь. И каялись, и пред Богом, и предилиялись. Не так у меня, чтобы с любовью-то нести. Скажи, у тебя сколько детей? Нисколько. Нисколько. А дети приходят, душат, бьют и убивают. А тебя никто не трогает. У меня на работе один был. Да, Господи. Он говорит. Я, говорит, Аваном только молю, чтобы кто-то нашел, чтобы убил моего сына. Убил. Жить и нету. Один пьяный ему пострелили. Говорит, пройдешь кран. Восемь этажей. Бутылка. Он пошел там, пошатнулся и разбился. А этот бьет каждый день, дай заглотку. Я с ним работал. Вот какое дело. А теперь слушай. Я тебе маленькую тайну свою открою. Я служил в морфлоте. А морфлот сокращенно. Там написано М, буква М, а другая Ф. Вот так вот она, у глухонемы. Ну вот так вот. Буква Ф похожа. А М это вот так. М, Ф. Морфлот. Теперь у меня М, Ф. Молитва и форум. Форум это в интернете такая штука. Я там сижу 14-16 часов каждый день. И написано. Псалтыри. Я пенсионер. 118-й псалон. 164-й стих. Люба, можешь записать, запомни. Тебе это в помощь будет. Слушай внимательно. У тебя щетки есть или столько? Есть. Где они? Ну вот тут под этим, как они, вот тут и там у меня в сумке. Есть. У тебя сколько? Сотни? Сотни, полсотни есть. Полсотни не надо. Сотню бери. Ну нет. 164-й стих. Слушай внимательно. Я взял теперь за основание. Считаем. Прочитай сама. 118-й, 164-й. Отсюда. Семикратное время прославлю тебя за суды, правда-то ей. Прославляю. За суды. Семь раз. Семь. Пять, да еще два, семь. Семь раз. За суды. Не за милости. А за суды. Когда ты меня бил, когда Майдан был, когда у меня заключение было, когда пальцы резали мне за суды, и я буду семь раз каждый день славить. Возьми себе за основу это. Давыд находил для себя время. Семикратно в день. Я тоже пенсионер. И стараюсь семь раз, а другой раз в восемнадцать раз стать на молитву. А что такое молитва? Три святоя и сто поклонов. А потом своими словами. Три святоя и сто поклонов. А как? Десятница первая Христу, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, Яну-Крестителю, Святителю Христову Николе, всем пророкам, небесным силам и апостолам, мученикам, мученицам, святым отцам и женам и девам. По десятке. Десять. Семьдесят семь имен. Я могу дожидать, который мы упоминаем. Не меняйся. У нас есть, простите, пожалуйста. У нас есть напечатанное. Семь раз поставь себя за основу. Я делюсь опытом. Когда я не сплю, тогда у меня какое-то молитву. Я самое, что у меня и памяти совсем не стала. Я много наизусть знала. Читала самое все, и службы, знаете, самое все, и знаю. Но то, что у меня установлены какой-то болезнью, у меня все ушло. Где помогли в Хамбург? Господи, Господи, говорит, не реши меня, когда и разум исчезнет от старости. Это молитва есть такая. Да, Священное Писание. Ну, это болезнь я считаю. Потому что я никогда не сплю, тогда, знаете, мне такое, что молитву. Я не знаю, что со мной будет завтра. Но думаю, что лежать побитым псом я не буду. У меня стихотворение есть. У меня написано 3467 стихотворение. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтобы к небу своей кончиной других я увлек за собой. Оставьте такой опыт. Вот когда я... Видите, кому же дано? У вас столько талантов, столько... Нет, нет. А ты вот там талант, семикратно в день можешь молиться? Плюс, плюс. Семикратно в день. С Божьей помощью. Не считай утренней, вечерней молитвы. Это само собой. Да, знаете, ты кому здорово человеку, если ночь унести. Какой здоровый-то? Ты меня сочетаешь здоровым, но мне так радостно. Простите. Я в одном месте, мы так проповедовали, а бабушка вышла, такая вот, вот такая примерно. Я говорю, баба, а сколько ж тебе лет? А тебе сколько? Ну я еще там, 75. Да ты еще сопляк! О, я говорю, баба, как ты меня похвалила. Я-то думал, что годы мои. А тебе сколько там? 98. Вот стужи. А тетя Дуся-то на 98 жила. А? Тетя Дуся-то знали Фокину, ты помните? Фокина? Да. Она 98 прожила. Ну что? Я к тому говорю, никогда не стони и виду не подавай. Не пищать. Есть такое у японцев качество, национальное, канзио называется. Никогда не стонать и виду не подать, что мне больно. Вот, слушай, внимательно. Вот, в Афганистане, там воюют. Нет у меня такого. В Афганистане. Фенатий Тихонович, тоже не могу терпеть боли сильные. Все она, переведи. Терпеть боли не могу. Да ничего не могу. Переходи надолго терпения, если терпения нет. Нет, тут терпения боли какие-то. Терпи. И вот он, раненый, пришел. А, говорит, мусульманин, предпочтет, говорит, лишиться всего, но бороду не сбреет, а надо, чтобы убрать. А он пришел, у него рана в плече. Очередь ждет. А я, говорит, бежон выходит. Я говорю, что ты выходишь? Я, как она зашла, там женщина сидит. Я к врачу пришел, из Англии прислали. Да-ка, почему? Я говорю, что женщина сидит. А тебе как карлица? Нет. У меня, говорит, здесь разорвают пули, говорит, все. Я могу поморщиться, а она что обо мне подумает? Вот, как. Я, если поморщить, а она женщина, она что подумает обо мне? Скажет, вот ты, шурави, боишься умереть? Умирать радостно. Я иду за Аллаха. Прими газоват. Как Лев Толстой пишет Хаджимурате. Даже виду не дали. Потому что должно, видимо. Я, святые, когда говорят, мучили их, они говорили, а они как деревья, они чувствовали боль. И виду не подавали. Вспомни Екатерину Великомученицу, Варвару, Перепитую. Тебе ли говорить-то? Ты просто себя на другой формат переведи. У меня боли переносимые. А вот у меня знакомый один, он купался и нырнул, и головой ударился опять. И четырнадцать лет недвижимый лежит. Четырнадцать лет. Серьги, да? Да. И у него, когда отходит, там камни, а камни такие, говорит, с шипами, где там все раздирает, проходят. Сейчас признали рак, рак, говорит, меня доедает. Вон лежит. А сколько он нет? Ну, сколько, я не знаю, сколько. Ну, наверное, 34. Не, не, больше, больше. Больше? Ну, около 30, когда лег, то ему было. А, лег, ну, 150, нету еще? Нету нет. Ну, вот так. Вот так. И он благодарит Бога и подписывается. Парализованный во славу Христа. И просто парализованный, таких много. Но я парализован во славу Христа. Вот как надо вести себя. Ой, далеко, это далеко. Вот и начинает добираться. Тебе Бог и дает жизнь, чтобы отшлифовать себя. Господи. А сколько людей, которые лишились всего? Ни рук, ни ног нету. Рак изъедает. А я хожу, пища принимается? Ну, что еще тебе надо-то? Если желудок работает, ты еще поживешь. Знаешь, в одном житии написано так. Он сидит так, задумался. А что ты задумался? Да вот. Что-то так в своей жизни-то. А ты знаешь, говорит, Бог открыл. Что тебе еще мучиться, вот так болеть, 10 лет. Он 10 лет. А я настроился на 90. Я ему так не понравился, что он провалился сразу. Ты всегда говори, Господи. Как Ева сказал, это по силам мне. Это я перенесу. Мы сильные. Это судьба человека Шолохова есть. И он пишет, мы, Ванюшка, переможем все. У других труднее. Помоги, Господи, с вашими молитвами. А самое ничто. Ну, конечно. А ты на нас молись. Вот мы ехали в путешествие, когда с миссией. Представь, от Лагеростока до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. Турцию прошли. Шесть мусульманских республик. Скандинавию, Прибалтику. И за нас везде все молились. А мы за людей молились. И везде, где говорили, не проехать, нельзя убивать. Мы проехали везде. В одном месте военные действия идут. Но в это время не воевали. Не в Приднестровье. А мы заскочили. А там дорога перегорожена. Стоят танки. А вы куда едете? Мы говорим, нам надо в Кишинев. Ребята, тут война. Разворачивайте назад. А что не взете? Мы говорим, книги. Они дали звонок. И нас везде без пропуска пропустили. Вот как Бог делает. А почему? Я пришел, Валентине сказал. Там у нас Анна лежит. Ну, ты знаешь. Кузьменишина. А с ней там в одном доме две их Анны лежат. Всех подняли на ноги. Александра Ивановна Чернявского народа. Это наш лучший друг. Она за ней ухаживала. И мы вернулись живые. А в Шребции сломались. Машина на 100% сломалась. И мы все равно вернулись. Мне кажется, сложнее у меня обстановки в жизни не было. Никому не нужны. Языка не знаем. С грузом едем. Вообще. Безвыходно. Господь сделал так. Буквально до минуты с каким человеком встретиться. На другого передали. Тот узнал русских. Вызвал. Дальше все пошло. Обменяли деньги на кроны. Нас на эвакуаторе повезли. И в Калининград. Рассказывали мне. Рассказывали. Это чудо Божье. И когда ты это... Когда путешествия были, мы молитесь и... Милости Господню вспоминай, считай. Всегда единое сердце. Повторяй. Вспомнишь, как он дивно сохранил. Удивляться будешь. Как он, говорит, тебя благословил-то. А у тебя в жизни сколько было, когда брали этих... Вас могли тоже арестовать с Николаем. Так сколько раз. Во. Котяночка, но вот. Тоже просидел. Сколько? Да это... Вы же веру знали, веру мою? Да вам сколько, когда про Николая-то вас трепали-то? Ну, вы веру, по-моему, вспомните Маршукову Веру. Ну? Так она же за что забрали, Промилию? Прямо с работы забрали и дали семь лет крытки сама. За одно слово, что она сказала, что... Когда пришел следователь, говорит, как они не были лица в этом, как его, в Библии, что кит проглотил этот... Иону. Да. А, конечно, было написано, что Иона проглотил кита, и я тому поверю. Да. Вот это одно слово, что так она... Видит, что она может говорить, и так резко сама. И далее семь лет крытки, пять крытки и два лагерного. Когда мы стали в Москву, в Москву не твердила, так она лагерная. Дурачье! Это было в 59-м году. Ну да, в 59-м году. Так, Люба, кем бы разбавить, тут однозначно, и приноробиться. В государственном учреждении кричать не разрешат, когда лежат больные. Если хороший там врач где-то, они очень строго смотрят. Спокойно скажи, я тебе сказала, что нисхождение надо сделать. А вы здесь нисхождение сделаете. Это ее жизнь, она так уже привыкла. Это за вами день и ночь ходить, вы ей не родные. И она взяла такую на себя миссию. Я это, знаете, все понимают. Я только не облажаю, что что ж ты такой, щенок несчастный, как самое, так еще... Ты можешь так сама, это дочь? Сколько на глазах, сколько с нами еханители, сколько работы, сколько заботы. А врач не оставляет. Врач не оставляет. Так ты, значит, сейчас о себе только думай. Больше ни на что не обращай внимания. Если что не так где-то, передадите, мы опять придем по беседе, и нам будет хорошо. Нам не вовред эта беседа? Да, конечно, нет. Ты только прошу, мол, святых, мол, что Господь мне дал терпение мужеству, предаться волю Божию. Никак мне говоришь, что я могу предаться волю Божию. И за все благодарить. Я читала, конечно, самое, знаешь, что из Писания много. Но то, что нет такого у меня на сердце радости, пустота такая, и сама себя прямо не могу никак... Со Христом нет пустоты. Понимаете, вы... Вот я так... А ты считай Писание и вникай в сказанное. Он говорит, не покинуй и не оставлю. Труждающиеся, обремененные, придите, успокою вас. Со Христом этого не может пустоты быть. Это может вам Бог и дает еще жизни, чтобы вы увидели. Не все ладно. Не все ладно. И вот они, ладно, и вы даже увидите, как так. Со Христом у пустота даже и говорить страшно. В самых тесных обстоятельствах полнота радости в нем. Павел арестованный ждет смерти. Смотри. Арестованный ждет смерти. Прикованный сидит, а рукой пишет к переписам. Братья, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. 11 раз слово радость. Я одна, покинутая, никого нету. А вы-то в тепле находитесь, да вообще. Даже сказать нельзя. Это можно только каждому пожелать. Но ведь Бог не каждому дает. Чистая простынька. Но я уже сел вопреки закону. Надо болота двинуть. Прости, пожалуйста. Мы чистые. У нас болезни нету. Не надо это. Так, Люба. Это, которые люди приходят, откроем двери. Наши люди. Я других не знаю. Никому не отказывай. Это грех большой. Обязательно. Кто бы ни пришел, ты радостная встретить их и улыбнись. Скажи, я с ними здесь, и мне нужно общение какое. Посиди, поговори. Чтобы отказывать, прийти бы я такого даже не слышал. Ну, у нас болели все. Ну, перед смертью-то лежат. Мама лежала. И чтобы кто пришел, отказали. Даже не слыхал я такого. Как отказать? Человек откуда шел? Я могу отказать больной. Знаю, что я... Вот у меня было такое. Я после операции дома. И она пришла, принесла что-то там, помидоры. А Надежда Васильевна сошла ночь. И говорит, Игнатий сказал, не открывать. Он никому не открывает, когда солнце коснулось горизонта. Она как разобиделась. Я говорю, ну, это поправимо. Один раз, а что вы боитесь открыть? Вот она, соседка. Это я пришла. А я там окошечко сбоку. Я посмотрел, там два здоровых мужика рядом стоят. Вот и все. Никогда не открывай, когда не знаешь. Мы тут ошиблись. Это же обниже постучали. Так что... Хорошо поняла? Поняла. И скажи, чтобы о вас осталась память, как о человеке терпеливом, мужественном, столько перенесли, любящим. И наполни сердце благодарностью. Господь, дай мне любовь к ней. Она ходит за нами. А я еще интонацию вылавлю. Я сильно не люблю это. Я сама тебя не уважаю. Я по поводу этим гоняю, что отойди, вражины от меня, отойди. Столько человек за нами. Я так и говорю, что... Видишь, ты не тертая. Ты одна жила, ни детей, никого нет. А если ты жила в общежитии, тебя пинали и гоняли с угол. Одна сегодня была с такой благодарностью. Господи, да где же я нахожусь? Одна дочка, родители, они меня лелеяли. Так, а ты часто ложишься днем? Днем? Днем. Так я хоть и сирюля лежу, но я спать не спаю. Да можно от боли. А тебя ложишься почему? Трудно сидеть? Да бывает, когда долго сижу, начинает мне все... То есть ты уже сдалась, все, да? А смерть, когда приходит, она глядит, кто лежащий, бьет лежащего. Кто? Смерть. А если ты на ногах и где-то, что она тебя будет брать-то? Она задохнется от здорового духа. Значит, я наказываю каждому, кто в силах, если, не ложиться днем. Вот так вот подтяни подушки, полусидя посиди. У тебя кровь в голове, ну так же это. У меня голова стала болеть. Я ночной приду, это я уже лет 35, я днем никогда не ложусь. Никогда. Маленечко, сел 15 минут. Вот сегодня я 15 минут первого встал, вот на ногах все. Наши 4,40 встают. А мне надо почту разобрать. Новые люди во Христе приходят. 15 минут первого, я уже на ногах. И никогда не ложиться. Это Бог так дает силу. Да, ты же кому что дано, знаете, кому-то кому что дано, видимо. Вот когда священнику, я говорю, почему ты не проповедуешь? А кому что дано? Я говорю, почему у тебя не мои ноздрюльки, а ты дышишь? Дышать-то дано, а это дыхание. Ты слюну сам проглатываешь. Я же не темя не глотаю. Все у тебя есть. Дыши. Слава Иисусу Христу умершему, открывшего, умершего за нас, небо открывшему. Аллилуйя. Ты можешь это сказать? Чего ты корчужился-то? На кого ты похож? Рядом с тобой, который он сразу закисает человек. Ты покажи, чтобы тебя, как безбойщики говорят, энергетика исходила. Чего ты так сдалась-то? Ты не слышала, конечно, этого человека, Мария Тошагинян, неизвестная. Нет. Она же, где-то ей было 95 лет, а она все еще сидела в Сюрихсе библиотеке и работала с книгами. 95 лет. Это приближенная самая Кала Ленина была. Никакого Бога нету. Но она вот такая была. Люди в школах учатся и ничего не могут учить. Карл Маркс в 50 лет стал изучать русский язык и в оригинале Пушкина считал. В 50 лет. Это сейчас 50 лет маразматики. 50 лет. Новый язык. Игрульский язык самый трудный. Тут падежей 6, он англичан один падеж. Ты что узнала, японцы, вот как обычно, да ладно, конфетку дам. Он сидит в зубного кабинета, мальчик лет 10, а ему больно, бормашина-то, а мать сзади, саке, а где твое конзё? Конзё это выдержком. Нет, мама, оно со мной. Он виду не даст. Вот я детям говорил, а у нас дорогу мы сделали, ну она из этих щебень, а щебень он острый, а дети-то босиком ходят. Ну идут кое-как, а другие бегом бегут. Я сказал, у кого конзё есть, так они дети помолятся и по этой дорожке-то. У меня конзё есть или нет? Есть, конечно. Не пищать. И виду не давай. Ой, помоги, Господи. Всё, мы пошли. Просим благословения. За вашу заботу, за вашу любовь ко мне ещё. Мы помним вас. Ещё меня помните, грешницу такую. Так. Ну и спасибо, Господи, за вашу благословение. Благословен Господь. Видите, что? Вот сейчас можно помолиться об Украине. Филарет, который там отделили украинскую церковь, подал прошение патриарху Кириллу, чтобы опять начать каноническое общение, чтобы снять эти заклятия друг с друга, чтобы быть единым в целом. И он назначил комиссию, там четыре митрополита, митрополит Алфеев, Иларион, такой он, заместитель патриарха, и секретарь, секретарь Балашов, он доктор богословских наук, он у меня работал таким адвокатом, как сказать, когда я вот в тюрьме сидел. Ходил там верховные суды, везде, очень хороший человек. И вот комиссия, вчера только закончила работу, но она сейчас будет работать, надо молиться, чтобы примирились, чтобы нам не воевать русским людям-то с украинцами. Это один народ, что подняли, с ума сошли. Мы никогда не одели у батюшки жена Антоненко, этот Пащенко. То есть это, все украинцы. У нас вокруг все. А это Фоменко? Да. Ну вот она, недобитые хохлы. А это, скажем, пришел скрюченный кацап. Не с коляку на геляку. Вот какая беда-то нам. На геляку. Ну, а Валентина как переводится на русский язык? Сильно. Сильно. Оправдай свое имя. Помоги, Господи, с помощью моих братьев и сестерок. Так, во сколько встаешь? Да я не знаю, когда. В 4.40 одинаково все. Заведи часы все. Я здесь лежу только. Я не сплю. Мне такие боли, что... Ты не спишь, потому что выдрал хвост днем-то. Да нет. Надо к нем. В общем-то, в 4.40 вставай и днем ни разу не ложись. И ты увидишь, как у тебя уже все переменится. Человеческий организм любит точность. Так от боли нету, если надо боли. Вот это хорошо, что боль-то. А боли бы не было, ты вообще лежала, не двигалась. А боль-то есть, ты по неволе встала, Господи, вспомнила, слава тебе. А как кому ногу оторвало? Сейчас приехал тут Ник Вучнич, ты его не знаешь. Он родился, у него ни руки нет, ни ноги. Одна ласта, вот такая маленькая ласта, как у моржа. Ног совсем нету, родился. И он на весь мир известный проповедник. И женился. Пошла за него фотомодель. Сейчас сын родился. Он приезжал с патриархами, встречался с Папой Римским, с президентами. Он мужество дает. Православный? Он не православный. А сербы мог бы быть православным. Православные проспали такого гениального человека. Но сербы и не православные. Ну, где-то там у протестантов. Много в интернете про него известно. Он всегда веселый, радостный. Купается сам. У него так расческа, там предел, на голову я так раз, расчесался, в бассейн свалился. Такая машинка он есть, он там чем-то нажмет, у него совсем рук нету. Вот так вот, нету. Совсем. И он мало того еще футбол гоняет там с таким же. Борется на ринге. Его звать Николай Ник. Это уже сбранные люди. О, какие люди мы знаем. Фамилия его? Будичич, Серб. Вот он сейчас в Новосибирск приезжал. Тут из нашей общины ездили встречаться с ним. Ну все, мы пошли. Спасибо Господи за вашу помощь. Так, я хочу с вами помолиться. Помолимся. Где у вас иконы-то? У нас иконы, методом. Акро. Ну, наверху как нет икон. Вон она и троица, и расходится темно на лице. Так, 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 так. О, да она еще стоит, смотри. Так нет, я и хожу, уже помолилась. Так, давай-ка ты с правой стороны женщины, не имеешь права стоять. Только слева. Слева. А ты лежи. Ну, помолимся сейчас, смотри. У них и изображение спасителя. Ой, да календарь-то у вас какой. Это наш митрополит Сергий. Вот иконы у нас. Не удача, смотри, чтобы икона-то. Господи Боже наш, слава тебе. Ты великий и всемогущий, даруешь жизнь, посылаешь болезни и здоровье для исцеления человека, чтобы человек пришел очищенный от скорбей, и в вечности не будет ни плаща, ни воздыхания, но жизнь вечная. Благослови этот дом, и сестру любовь, да и терпение, и сестрам, чтобы здесь сарсал мир, любовь и согласие по слову Твоему. Кроме Тебя нет иного Бога. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, с Богом. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Спасибо большое, Господи. Вы их воспомни еще. Так. Вот, Люба. Сейчас я спрошу. Люба, посмотри на меня. Вот она это тронула, я не понял. Это может удариться. Нельзя чем-то тряпкой маленько, чтобы... Нет, я доберусь сильно. Это у нас как ручка существует. Мы ставим здесь, вот у нас еще слезду. Ну, чтобы не ударилось здесь, я говорю заранее. Нет, 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 все, там мы. Все. Фиксировано, все хорошо. Спасибо, Христос, что приходили. Аллилуйя. Одно только скажу, что я, людей просто, которые просились в то время, воспаление летчик было, пускать сюда нельзя. У нас карантин был. Это ничего. Вот сопляни, больно, нельзя. И не карантин, хоть как. Запускай в любое время. От нас только здоровье идет. Ну, понятно, что здоровье-то здоровье. Неклобы вздыхают на нас. Поэтому, кто бы ни пришел, в любое время открывай из наших. Давай. Как их собрать? Есть, чтобы были. Сейчас я ее посажу. Давай, посади. Володя, возьми. Володя. Да, положи здесь. Нам это зачем? Это она дала. Это она дала специально вам. Нет, нет, мы не возьмем. У нас все есть. Давайте сядем, приготовимся, и мы сфотографируемся. Вот кого нужно будет потом сфотографировать. Сейчас, когда я его... Где Сергей? Это кто тут? Сергей ушел. 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 Знаете, это... Дай мне, со мной, это поток. Сейчас, Игнати, Тихонович, еще совсем маленько. Мы только ухорошимся чуть-чуть. Сейчас, подожди маленько. Так, а ты что достаешь? Да, поток какой-нибудь покрыть. Я так поток, сейчас дай. Ты прав, голос и спрячь. Голос и спрячь хорошенько. Так. Не для всякого. Не знаю, надо вот. Не трости меня. Чего у тебя там? А тракки-то можно, Игнати, Тихонович? Тракки-то можно. Сейчас. Чебрец? Сейчас, что с нас? Да у нас, они где-то, может, травы вам дать какой-нибудь? У нас полно травы. Полно у нас. Травы полно у нас. Залейте, раз? Дмитриевна, возьми платок свой. Ну, давай. Так, ты как-то посади, чтобы вас на одну... Сейчас, сейчас, сейчас. И сама посередке сядь. Я на память оставлю фотографию. О, красавица наша. Как сразу преображается. Да. Да, рукой можешь держать. Рукой будет держать. Так, лицо, чтобы не закрыто было. Мы сюда ее посадим. Вот сюда. Потому что эту я переместить не могу. Она раздета и ей... Ну, ладно, ладно, садись рядом. Она... Валентина рядом и ты между ней. Хорошо, сейчас я ее тоже надену. Все. Чтобы она у нас преобразилась маленькой и выглядела... Что, перенести тебя туда? Да нет, я приеду. Она сама... Давай за меня держись. Она сама ходит у нас. Она ходит вот здесь вот эти два негр... Смотри, чтобы об этом, Люба, не удавилась. Смотри. Вот этим вот мне в боязна как. Если бы они были овальные, а то острый угол. Так, ну все, Люба, хорошо. Ой, тебя закупили уже, да. Все, купили, все. Еще не надо. Делась-то, не я подавала. Тебе я не говорю. Не забудешь насчет. Потому что ты... Видишь, возникает там у тебя какие-то трения будут. Пока у нас все хорошо с нас будет. Так, а Игорь-то, Добунов, где? В машине. В машине? Так, все. Давай. Все вместе сядем сейчас. О! Где мои 16 лет? Да, да, да. Так. Потихоньку. Тут здесь, да? Вот здесь. Смотри. Благодетельницы наши. Так, Свет, дай-ка сюда на всякий случай, чтобы тени не было. Вот так. Ой, что там было? Подвести мне надо. Все, 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 больше нет. Люба, садись скорее. У меня батарея сядет. Вот так. Ты заказала. Ох, Синочка. Вот так. Сиди. Там намятла. Ты очки могла бы и снять. Еще фотографируй. А глаза лучше, чем очки. О, замечательно. Притом. И светосвещение у нас хорошее. На меня смотрите сюда. Сейчас еще я контрольную сделаю. А то бывает глаза закрыты. Все. Мы поехали. Спасибо, Летосову. Слава Христу. За большую любовь. Мы хорошо у вас побыли. Вы нас вдохновили на новые подвиги. Да, да. Ты в платочке больше похожа на прежнюю, чем без платочки. Давай. Если бы нету в доме инвалидов, я бы тебя увидел. Люба, перетащишь ее? Все. Она сама передает. Перейдет. Так, Раиса Николаевна была. Ты ее видела? Нет. Вот эта слепая Раиса, за которой... Ленинкова. А, вот она. Такая вкусная фамилия. Я наплакалась до сыта. Я наплакалась до сыта. Я благодарна Господу Богу, что я посетила вас. Я сама еле-еле. Ну, слава Богу, мне еще Господь жизнь не дает. И меня еще в храм посещаю. Ножки мои. Я что хочу сказать. Я вот занимаюсь гимнастикой каждый день. Потому как я ничего не делаю. Я только топчусь на этих... На всяких там... И гимнастику... И мне ногам стало легче, Люба. Понимаешь? Пусть они позанимаются тоже. У тебя голубые аппараты, да? Да. Ага, все, уходим. У нас мячики у нас и там... Ну, все. С Богом. Баси Кристос. Все у нас. Так, все. Я благодарю Господу. Баси Кристос. Валентина Ильинична, милая, дорогая моя. Спасибо. Спасибо. Уважаю. Только пускай, когда придут вечер, это... Нагроши. Так, а... Остается остается. Я маме, я маме. Если поедет, она сама не поедет, что там... Да, пускай ее. Бери ее под руки. Давай, я все выпущу. Выпущать надо. Спасибо.